Девочка-пай Розникам на стол принято ставить самое лучшее. Вот и в Похвестневском районе в знаменательные дни можно увидеть все самое-самое. На столах аппетитные блюда в основном из продуктов местного производства. На сцене лучшие творческие коллективы. Вокруг самое главное достояние – люди, жители района разных возрастов, статусов, профессий и национальностей. Музыка Наш район очень многонациональный. Каждое поселение отличается тем, что там или компактно проживают Чуваши, или Татары, или Мордва. И вот каждый приезжает сюда, общаемся, видим друг друга, разговариваем, какие-то проблемы общие решаем на этом празднике. Даже вот когда видим выступления в различных коллективах, это замечательно, это здорово. Это объединяет нас всех и делает нас одной большой общей семьей. Музыка Музыка Павла Алексахина Однако и сейчас достаточно тех, кем похвестневцы гордятся – представителей разных сфер жизни. Этих заслуженных земляков обязательно чествуют на праздниках и не забывают в обычной жизни. Музыка Район дорог тем, что я знаю людей. Я сегодня встретила здесь передовиков производства, с которыми знакомо по 20-30 лет. Я горжусь знакомством с Николаем Тимофеевичем Кукушкиным. Почетным гражданином Самарской области, Похвестской района. Иваном Степановичем Генщиковым, трактористом совхоза «Северный ключ». То есть эти люди для меня самое дорогое. Похвестневский район образован в 1929 году. Он расположен в лесостепной зоне на северо-востоке области. До Самары 159 километров. Граничит с Бугрусланским районом Оренбургской области, Кенель-Черкасским, Исоклинским, Сергиевским и Камышлинским районами. Это один из крупнейших районов Самарской области. Он включает 15 поселений, 79 населенных пунктов. Численность населения 28 600 человек. Сегодня Похвестневский район живет в основном сельским хозяйством. Здесь производят молоко и мясо, зерно и подсолнечник, картофель и нут. Эту бобовую культуру, которая пока не очень известна народам России, однако популярна в южных странах, культивирует в Похвестневском районе первый год. Урожайность хорошая. Теперь плов у местных хозяек станет еще вкуснее. Местные земли не брошены, обрабатываются практически в полном объеме. Здесь зарегистрировано более 200 сельхозорганизаций. Самое крупное местное предприятие и закрытое акционерное общество «Северный ключ», расположено на территории поселения Савруха. В нем работает 850 акционеров. «ЗАО» является одним из крупнейших товаропроизводителей области. Именно оно производит почти треть самарской свинины. Последний раз этих хрюшек снимали несколько лет назад. Никого и ничего лишнего на свинофермах быть не должно. Таковы требования современного производства. Оно должно быть стерильным. Каждый год здесь рождается несколько десятков тысяч поросят, и ничто не должно помешать им вырасти здоровыми. Работа у тех, кто следит за Похвестневскими пятачками, сложная и ответственная. Нужен глаз да глаз. При вивке, кормлении поросенка не так просто вырастить. «Северный ключ» также занимается земледелием, полностью обеспечивая кормами животных и производством молока. Надои около 4,5 тысяч литров с каждой буренки, а их в хозяйстве почти тысяча. Бывают и рекорды в 7-8 тысяч литров. Местные доярки и их подопечные, рогатые красавицы, еще и в конкурсах всероссийских побеждают. Значительную часть продукции «Северного ключа» приобретает одна из известных молокоперерабатывающих компаний. В общем, дела у этого крупного животноводческого хозяйства идут успешно, но есть к чему стремиться. Мечты есть, есть планы. Потихонечку будем делать. А там увидите. Приедете, увидите. Удивительно, многие местные колхозы даже в самые трудные времена выжили, сохранились и успешно развиваются. Часть сельскохозяйственных предприятий просто реорганизовались в крестьянские, фермерские хозяйства, которые успешно работают по сей день. Крупнейшее фермерское хозяйство принадлежит Камилу Исхакову. Он обрабатывает большое количество земель, содержит крупный рогатый скот и лошадей. Кстати, скот выращивается на собственных кормах. Хозяйство является одним из самых успешных и прибыльных в районе. А ведь начиналось практически с нуля одной животноводческой фермы. Хватает на местной земле и личных подсобных хозяйств. Их много, к примеру, в Алькино. Местный народ умеет и хочет работать, потому и живет вполне благополучно. Здесь сотни овощных теплиц, выращивают морковь, лук-севок, огурцы и, конечно же, помидоры. По этой культуре Алькино и с кенельчеркассами может побороться за звание помидорной столицы губернии. Каждый год в районе ведется обновление сельхозтехники. В 2012 году уже приобрели 26 тракторов. До конца года будет еще 15 плюс новая прицепная и навесная техника. Промышленный комплекс Похвестневского района представлен производством пищевых продуктов, обработкой и производством изделий из дерева, производством и распределением электроэнергии, газа и воды. Есть на территории района и месторождение нефти. Ее здесь добывают уже давно. Минерально-сырьевая база района представлена месторождениями кирпичного сырья, керамзитовых глин, песчаногравийных материалов, строительных песков и карбонатных пород. Переработкой сельскохозяйственной продукции в районе занимаются несколько предприятий. Маслозавод Похвестневский, Комбикорм, Похвестневское районное потребительское общество, хлебобулочные, кондитерские, колбасные изделия, халяль, мясная продукция, архангельская, мукомольная продукция, лесхоз, переработка древесины, изготовление сувениров и другие. Есть в районе и созданное несколько лет назад собственное автотранспортное предприятие. Благодаря ему у жителей нет проблем с общественным транспортом. В каждое село ежедневно осуществляется несколько рейсов. В хорошем состоянии находятся внутрирайонные дороги. В Похвестневском районе почти два десятка общеобразовательных школ, одна коррекционная, около трех десятков библиотек и сельских клубов, четыре передвижных автоклуба, детская школа искусств, музеи. Также в районе работают центры медико-социальной реабилитации, внешкольной работы, детская, юношеская и спортивная школа. В районе действует Похвестневская центральная районная больница города и района, в которую входит участковая больница, сельская амбулатория, два офиса врачей общей практики, две поликлиники и несколько профильных стационаров. По социальному партнерству с ОАО «Самарнефтегаз» в этом году район получил 12 миллионов рублей, которые направлены на капремонт объектов культуры и образовательных учреждений. В течение этого года мы капитально ремонтируем сельские дома культуры в селе Красный Ключи, Большая Йога, Средняя Аверкина и в планах есть определенные виды на сельский дом культуры Старый Амонако. Также в этом году начинаем строительство школы в селе Рысайкино, это новое строительство. Мы работаем по дополнительным местам в детских садах, получаем в этом году еще 80 мест и практически по этим четырем населенным путам мы полностью 100% закрываем очередность. В числе районных спортивных сооружений, поля и спортзалы, спорткомплексы и лыжные базы, в районе уже стали традиционными такие спортивные мероприятия, как футбольные чемпионаты и осенние старты. Ежегодно район принимает юных борцов из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Татарстана, Башкортостана, Мариэла, Мордовии, Саратовской и Оренбургской областей, организуя межрегиональный юношеский турнир по греко-римской борьбе имени Наиля Гореева. Этот серебряный призер чемпионата мира 1955 года родился и вырос в Алькино. Также в районе работает детско-юношеская спортивная школа имени еще одного знаменитого местного спортсмена, Михаила Борова, первого чемпиона России среди профессиональных борцов классического стиля, которого называли колоссом по волжье или мордовским богатырем. Спортивные традиции знаменитых земляков не утрачены, здесь работает несколько секций, в которых ребята занимаются именно греко-римской борьбой. Стремление привить молодежи приверженность к здоровому образу жизни уже дает результаты. Сегодня молодому человеку свойственно быть отличного спортивного телосложения, безвредных привычек и желательно, если банка в руках, то это банка с мультивитамином. Живописный ландшафт и гористный рельеф окрестностей района создают естественные условия для организации лыжных трасс, туризма и других видов активного отдыха, чему способствует чистая экологическая обстановка. Четверть территорий района занимает лес, также здесь протекает множество речек и ручьев, самая крупная водная артерия района – река Большой Кенель. В районе много памятников природы республиканского значения. Етманские широколиственные леса, Подбельские и Малокенельские пойменные, Мочалеевские реликтовые нагорные дубравы, лесостепь в верховьях реки Аманак, гора Копейка. Она находится в нескольких километрах к северо-востоку от Похвестнево. Это одна из возвышенностей Бугульмина-Белебеевской гряды. Высота ее холмов достигает 250 метров над уровнем моря. Название горы определила ее круглая форма. Местные жители утверждают, что издали она действительно похожа на Копейку. По легенде, в одной из пещер этой горы известный разбойник Степан Разин спрятал свой клад. Привлекательность Копейки в том, что она является уникальным памятником природы Заволжья. Тем, кто попадает сюда впервые, кажется, что из Самарской области они чудесным образом перенеслись чуть ли не на Кавказ. На склонах Копейки растет множество растений, которые занесены в Красную книгу. Некоторые из них не встречаются больше нигде на территории Самарской области. В районе находится большое количество родников, например, Рысайкинские чистые родники. В речных долинах большинства рек находятся многочисленные озера, старицы, которые нередко занимают большие площади и являются неотъемлемым элементом ландшафта. Это, например, Копейское озеро. В числе интереснейших для посещения мест храм Табынской Божьей Матери, в котором мироточат иконы, охотничий домик, медресе, села Алькино и Михайло-Архангельский храм в селе Красные Ключи. Этот храм – памятник деревянного зодчества и культуры XIX века, построен в 1871 году силами жителей села на месте обветшавшей столетней старой церкви. Его стены венчают пять зеленых куполов. Это единственное культовое сооружение, сохранившееся в Похвестневском районе в годы советской власти. В период с 2000 по 2005 годы осуществлена первая капитальная реставрация здания. Обустроена и украшена прилегающая территория. Оборудована детская площадка «Парк». В храме покоятся мощи первого святого Самарской земли праведного Петра Чегринского, канонизированного в 2000 году. Засвидетельствовано большое количество чудес по молитвенному обращению к нему. Недалеко от храма находится источник, где оборудована купальня. В районе действует мордовское культурно-просветительское общество «Мастарава» и татарская общественная организация «Татар». Проводится «Сабандуи», межрегиональный фестиваль татарской культуры «Народ мой», конкурс «Пои-плиши-чуваш», областной татарский детский фестиваль фольклорных коллективов, областной ежегодный отборочный смотр-конкурс чувашских драматических коллективов художественной самодеятельности Самарской области. Такое разнообразие конкурсов вполне соответствует многонациональному составу населения района, которым жители Похвестневской земли по праву гордятся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok